Здравствуйте, глупоуважаемые любители лётных видов спорта! Наш пипестрель превратился в тыкву. Ну как в тыкву? Он может ездить по земле, но уже не может летать. У него заряд батареи меньше 50% от возможного, посему он может только бегать по земле. В течение недели я пытался связаться с техподдержкой пипестреля. Это, конечно, адский ад. И дай вселенная здоровья этому человеку, который всё-таки мне ответил и объяснил мне, как мне снять сейчас показания с батареек, как провести диагностику этого планера и как, может быть, его спасти. У нас есть альтернативная версия. То есть мы можем... Я психанул неделю назад, разобрал эти все батарейки, всё это посмотрел, как устроено. Мы даже подумали, что, так сказать, собрать что-то своё, подключить к тем же БМС, может быть, и так далее. То есть вполне возможно, что это один из путей. Но второй путь, вот, наконец, ответила техподдержка, за что огромное спасибо. И мы будем сегодня снимать показания там логера. В общем, покажу примерно, как лечить планер, как лечить штуку за 180 тысяч евро, которая заболела, и которую там, вот, будем лечить её удалённо. Один из вариантов был привезти её в Словению, там оставить, там её там всё починили, взбодрили, но туда, там, почти две тысячи пилите назад, как-то мне совсем не хочется. Мне написали, что нужно делать. И сейчас вы это увидите. Как оказалось, очень хорошо, что у меня был вот такой логер. Здесь, вот видите, обычная SD-карта. Сейчас я его подключу к планеру и сниму все показания. Вот такой разъёмчик. Втыкаем, попадаем и прикручиваем два штырёчка. Теперь эта штука будет подключена к планеру, и он будет с ней, в данном случае, уже не летать, а бегать. Оп, что показывает? Опа! 42%. Не знаю, видите вы здесь или нет, фокусируется или камера, или нет. 42% батарейки. Батарейки просят нагреться. Сейчас они нагреются. Вот символ, который показывает, что батарейка греется. Даже солнечная энергия иногда что-то делает. Так, ну мы, чтобы прогреть планер и разрядить заодно батарейку, ну, собственно, мы сейчас проверим, сколько, кстати. 13 градусов батарейка. Должна быть 15. Выпускаю винтомоторную установку. И сейчас мы немножко подождём, пока это всё на 2 градуса прогреется, благо на улице тепло. И попробуем погонять по нашему аэродрому, разрядить батарейку до 20%, как требует инструкция. После чего планер зарядить. Он сольёт нам все данные, и всё будет хорошо. К слову, сегодня я летал вот там вот, вот там вот и вот там вот. Потратив всего лишь 8 литров топлива, я сделал сейчас сегодня 2 вылета. Один-полтора часа, другой час. Всё хорошо. Никакого электричества. Ой. Мне нравится эта штука. Вот я не скрою. Мне она нравится. Чем-то своим, чем-то таким, будущим каким-то. То есть над барзерами Райта тоже сначала смеялись. Они там какую-то хрень сделали, которая еле летала. Мне кажется, что из этой штуки что-то получится хорошее. Первонаперво мы попробуем, может быть, починить эти батареи. Возможно, мы апгрейдим этот планер до версии 3.0, где батареи уже намного лучше. Беда в том, что мы вскрыли батареи и убедились, что там стоят LG ячейки 40 Ач, и они почти по всему миру отозваны. То есть все машины, которые делали на этих ячейках, ух, батареи на них меняли. То есть нам просто не повезло в данном случае с тем, что мы нарвались на вот эту партию дурацких ячеек. Дезуля. Я верю в то, что этот планер ждет светлое будущее. Кто говорит сразу, продавай не глядя, ни черта подобного. Мы сделаем из него конфетку. Пальчет по тебе, Макс. Солнышко светит через фонарь, вот раскладывается на радугу. Смотри, папа радугу в руку поймал. Ты поймал радугу в руку? Над камерой пройду низко. Оп! Макс, тебе нравится летать на планере? Да. Мне нравится на пикерскеле очень. Рули. Что там? Рули, папа. Рулю? Что ж я делаю так? Сюда мой друг Сашу как-то прибавлялся на вертолете. Представляете? Никого нет. Никого нету, понятно. О, смотрите, как красиво тень нашего тела. Кто-то там сидит, нам помахал ручки. Там был грибок. На грибочке сверху? Да. Он нас снимает. Снимает? Да. Может, там фотографию пришлет? Ой-ой-ой. Сейчас. Не знаю, сбили мы камеры или не сбили. Пауэр. Сколько поставим? Давайте посмотрим, ну, надо же эксперименты какие-то поделать. Жалко просто, когда энергию сжечь. На какой мощности это стронется? Сейчас 0,9 киловатта. 2 киловатта. 3 киловатта. 4 киловатта не едет пока. 5 киловатт не едет. 6 киловатт не едет. О, на 6 киловаттах стронулся. Сейчас уменьшаю мощность. Ну, вот. Оп. Ой-ой-ой. Видите, стронусы тяжело. Ехать потом легко. И вот на 4 киловаттах эта штука спокойненько путешествует. А теперь смотрим на асфальте. Давайте сделаем тест. На скольки она на асфальте стронится? Ну-ка, 0,4 киловатта. 1 киловатт. 2 киловатта. Ну, 1,8. 2,5 киловатта. Вот. На 3 киловаттах 3,7. Это стронулось. И будет так вот кататься по дорожке. Я разгоняться я сильно не буду. Моя задача сейчас разрядить батарею до 20%. Чувствую, заниматься этим буду долго, потому что 3 киловатта... Ой-ой-ой, сколько будет ее разряжать. Но ничего. Мы люди не гордые. Поиграемся. С другой стороны, я сейчас могу просто поставить ее на тормоза и... Так сказать... Газануть. Но проведу лучше экскурсию по аэродрому. Так что мы именем здесь? Вот большой ангар. Раньше в этом ангаре ремонтировали самолеты «Пилатус». Здесь живет наш друг Мишель. Он владелец аэродрома. Очень хороший человек. Дает возможность арендовать аэродром. Справа стоят прицепы, брошенные на зиму. Включаем мой «Шляйкер». Который сейчас активно продается. Опа! А это уже плохо. Вот. Называется «Шиме». Шиме заднего колеса. Видите, я сбросил скорость, оно прекратилось. За счет чего это происходит? Заднее колесо делает. В общем, автоколебания. Неприятнейшее явление. Никуда от него не деться. С правой стороны кемпинг нашего аэродрома, где все живут летом. Но никого нет сейчас. Видите? Можно было бы туда съездить на планере, но не хочу пачкать фюзеляж. Вот это вот точка касания. Зимой практически никто тут ничем не касается, кроме меня. Я смотрю, что она достаточно чистенькая, потому что я взял себе моду касаться вот там, на начале полосы. Там даже следы от моих колес. Возможно, сейчас есть. Оп. Нет, нету. Все, прорулили. И катимся дальше. Да. Сейчас опять шиме начнется. Конечно, вот такие пробежечки по полосе на новом планере мне реально в первый день очень помогли. Я себя прекрасно чувствовал во второй день. Конечно, с большим удовольствием я бы сейчас летел бы. Но, увы. Катайся, как дурак. По аэродрому. Почему произошла такая штука с батарейкой? Ну, дело в том, что... Вырубаю совсем, потому что будем сейчас катиться с горки. Дело в том, что предыдущий владелец, видимо, оставил этот планер на полном заряде батарей. И он так постоял. Говорят, что это очень вредно. Ну, по крайней мере, производитель сразу написал. Был такое? Я сказал честно, да. Отдали планер мне заряженным. Поэтому врать не буду, было. Они говорят, что да, наверное, это является причиной. Но мой хороший друг сказал, что основной причиной является все-таки то, что батареи бракованные. И, увы, контора это точно не признает. Поэтому это попадос на 20 тысяч евро. Именно столько стоит, думаю, батарейки. Если делать самому, это можно сделать тысяч за 6, за 7, может быть, за 8. Ну, тогда по всем авиационным правилам ты теряешь эти, как его, сертификаты и прочую какову. То есть вот авиация, она, конечно, с одной стороны, ну, с другой стороны, можно так напаять батарею, потом сгореть в воздухе. Поэтому я придерживаюсь идеи, что я еще не решил, как сделаю. Но точно сделаю хорошо. Так, смотрите. Стоять зорька. Чтобы стоять зорька было, видите, бэм, есть тормоза. Я понимаю так, что я разрядил всего лишь 2%. Вот 38 было 41 или 42. Это неприемлемо. Я упарюсь так кататься. Я покатался, чтобы вам показать. Теперь мы делаем очень просто. Мы ставим, например, киловатт, 12, 15. Вот так. 12, нет, 15. И держим на тормозах планер. Можем наблюдать за параметрами. 38% 1700 обороты. Никакой экологичности. Тупо сжигаем энергию. Проветриваем аэродром. Подумал я, что в некотором роде занимаюсь ерундой. Если я хочу хороший тест сделать и снять все показания правильно, мне надо вывести планер на взлетный режим. То есть взлетать я не собираюсь. Даже, видите, показательно выпускаю тормоза воздушные, вставляю выпущенными. Ну, защелкнула, потом выпущу. Так, ну что, там взлетные 30 киловатт, и потом сразу остановлюсь. Вот такие 30 киловатт. Так называемый прерванный взлет. Вот это шиме. Неприятнейшее шиме. Видите, или как его погасить-то? Самый простой способ погасить, будет съехать на траву. Там колесо сразу перестает шебуршать. Ну что, давайте дружно напишем замечание производителю, что вот такое поведение планера на разбеге, оно, конечно, отвратительно. В оправдание могу сказать, что так не бывает на взлете, и так почти не бывает на посадке. Обычно ты быстренько чпунь оторвался, и вот этого, опять же, до полного газу хвост вот так вот поднимается, и все, все хорошо. Но, представьте, человек, который, это я, это опытный конь. А если кто-то молодой сидит, и у него так, дры-дры-дры, он думает, все, сейчас планер развалится. Мне кажется, какой-то демпфер надо поставить, что-то еще. Несерьезно. Вот, кстати, как раз владелец аэродрома, мы мимо проехали, помахал нам ручкой. Самое интересное, что нашему другу Мишелю, вот он, крыло на него показывает, вот, ему, видите, я тут пока ехал-съехал с аэродрома, ему 80 лет, ну, там, плюс-минус, и он председатель какого-то клуба сексуального. Вы можете себе представить, 80 лет, человек зажигает, даже дым идет. Он тут проводит огромные фестивали на этом аэродроме и так далее. И что хочется всегда в такой ситуации сказать, дай бог всем, такого почтенного возраста и такой активности в этом почтенном возрасте, он вгоражился ремонтировать Феррари, Ламбонджини, вот до этого ремонтировал самолеты, Пилатусы и так далее. То есть энергия аж прямо прет. Вот. Вот такой чувак. Я его обожаю. И он мне сильно помог на этом аэродроме, когда в СБСи, все же, эффективный менеджер, был у нас тут такой, Лоран, хотел выиграть у меня с аэродрома, то я уже уезжал с прицепом. В этот момент подошел к Мишеле, говорит, Игорь, а что ты уезжаешь? Он говорит, ну я говорю, ну как, выкнули меня? За что? За то, что я кино снимаю, фильмы. Почему? Такие же веселые. Он говорит, ну да, я говорю, ну да, но Флоран мне нравится. Он говорит, что типа ты снимаешь там все, что происходит на аэродроме, вдруг что-нибудь плохое произойдет, а ты снимаешь, вообще-то такой слишком много, слишком у тебя все хорошо, валяй отсюда. Ну, зависть. А он говорит, нет, я таких людей как-то ценю, поэтому ты остаешься на аэродроме. И самый прикол, что вот ангар, в который я всегда мечтал попасть, но там не было места. И когда Флоран узнал, что я попал, ну, собственно, что меня из аэродрома не выгоняют, оставили гостя, он взбесился, пошел ругаться, они, ну, немножко поругались, и после этого самолет выгнали с аэродрома, с ангара, а меня-то допустили. Я занял место, теперь я... Шарик, шарик, в общем-то, попал в ангар. Так что, вот такие позитивные вещи бывают. В такой ситуации всегда хочу сказать, будьте честны, делайте, что делаете, что считаете нужным, а ты, если делаете это искренне, от всей души, то люди будут видеть это и будут к вам в соответствии еще относиться. И если люди адекватные, они вам всегда помогут, что, собственно, в этом случае произошло. Я, в общем, только счастлив. Контрольный выстрел. 15 киловатт. 21 процент. Видите, как резко сразу пошла падать? Потому что под нагрузкой 6 минут может планер работать на таком режиме. Все. Как советовал производитель, 20 процентов. Остановлено все. И теперь переводят тумблер уборки винта. Чпок в положение убрать. Видите, волшебный процесс. Все автоматично. Вот эта автоматичность мне нравится больше всего, конечно. Теоретически у меня также на плане ДГ-500М, произведенном 30 лет назад. И, в принципе, даже иногда работает. Не всегда. Чем приятен пепестрель, тем, что его закатываешь в ангар одной левой. Я сейчас его толкаю. И с помощью вот этого заднего поворотного костыля, с помощью вот этой задней тележки, можно планер в любую сторону поворачивать. Я его сейчас толкаю и заталкиваю в ангар. Подключили зарядное устройство. И осталось запустить процесс зарядки. Поставим средний режим, чтобы не насиловать ничего. Понеслась нелегкая. 1,6 киловатта он где-то сейчас поставит. И здесь загорится в окошке информация, сколько же киловатт зальет в наш планер. Красненький магонет горит, чтобы никто не смог хобот вытащить. Пока горит, пока работает зарядка на пепестреле, я вам покажу, как заправляют планер ДГ-500М. Чудесная машина, на самом деле. Несмотря на возраст, 30 лет. Просто, я бы сказал, шедевр авиастроения. Прежде всего, за дикую совершенно дружелюбность конструкции. Сейчас вот я подниму, здесь резервный пульт подъема двигателя. То есть я даже не штатные системы поднимаю, сейчас сервисный, так сказать, ключ использую. Оп. Пям. И закрываю. Если эту штуку не закрыть, не будет работать задний пульт управления. Теперь я сдвину винт, чтобы если вдруг я что-то включу, это не убралось самостоятельно. Все, вот он. Бомбардия Киргуду. Ротекс 535С. Ну, почему бомбардия? Потому что картер еще там отлит. Замечательный, надежный двигатель. Если у него заклепки не кидать, цилиндр работает прекрасно. Заправлять мы должны вот такой смесью, 50 к 1. Бензин с маслом. Здесь специальный ключик такой сделан, для того, чтобы можно было пробочку открутить. Некоторые говорят, вот, мешает смесь, какое извращение. Ну, какое извращение. Берешь канистру, открываешь пробку, берешь отмеренный 500 мл масла, и вот так брял, и все. Что тут мешать? Сейчас нальется, побрымкал и залил. И это гораздо надежнее, чем, например, в том же шляхере, когда у меня порвался ремешочек, который отвечает за насосик, который качает смазку, который смазывает двигатель. Вот ремешочек порвался, и движок остался без смазки. Вот что в этом случае лучше? Лить в бензин масло, и горе не знать. Либо же там модная там смазка под дозатором и так далее. Непонятно. Понятно, что очень много двигателей, особенно лодочных, еще чего-то, там вот эти дозаторы, это все улучшает немножко экологичность двигателя. Но мне кажется, что есть такая штука, как дешево, надежно и практично. То есть, вот работает. Этот мотор бы, кстати, был бы намного, намного лучше, если бы Rotex, когда его делал, не пожадничал, поставил чуть больше подшипники. Мотор прекрасный, он, в принципе, бегает 300 часов, но бегает только 300 часов тогда, когда у него не накрываются подшипники, вот эти вот игольчатые на коленвалу. К сожалению, они накрываются, поэтому у двигателя сделан регламент 25 часов, каждые 25 часов его надо проверять. Проверка достаточно дорогостоящая, ездить нужно на сервис из-за этого. Если бы Rotex в свое время не накосячил, то это был бы мотор, когда завел, пролетал 300 часов и забыл. Но, увы, каждый 25 геморрой. Так что, есть электрический геморрой, есть такой, есть Rotex 503, это 535C, он водяного охлаждения, есть 503, как раз на пепестрили, такой стоит. Вот 503C считается одним из самых неубиваемых Rotex, потому что на них 30 часов положено, но есть моторы, которые хотели 750 часов, и тогда уже по факту, по состоянию их перебирали. Так что, двухтактник, хороший двухтактник, списывать со счетов не нужно, к сожалению, вот этот двухтактник, он всем хорош, кроме вот этой долбаной, долбанных подшипников, но мы их проверяем, увы, и за это платим деньги, но зато летаем, мотор, конечно, очень хороший. Для заправки используется гравитационный метод подачи топлива, здесь обычный шарик стоит, и смотрите, делается вот так, обрымкать главное, Вуаля Топливо Красиво поступает прям в бак Давайте я вам немножко покажу Мой любимый мотор Все очень просто Картер, два цилиндра Водяное охлаждение Вот здесь расширительный бачок Надо его подтянуть Все просто Расширительный бачок может спокойно выгрызать Кусочки металла из пластины Ничего страшного Не знаю как с этим бороться Потому что я тут уже и прокладки подтягивал И вот даже возил на крайне ТО И говорил Сделайте что-нибудь чтобы у меня бачок вот так не скакал Сказали обязательно сделаем Ну вот видите сделали Но уже износилась фитрушечка Дальше Глушитель Некоторые спрашивают почему у вас два болта Не установлено Ну потому что не нужно Наискосок на двух болтах прекрасно держится Потому что все-таки Глушитель видите цельносварной Здесь не два отдельных патрубка И поэтому достаточно двух болтиков Что тут еще Ну дальше идет глушитель Это у нас маховичок Это система торможения То есть вот колодочка тормозная прижимается к вот этому венцу И собственно тем самым тормозит Зажигание Один к счастью карбюратор Потому что когда карбюраторов два В два раза больше геморроя Вот это масло для смазки Шайбы Которую распределяет Так сказать Впуск весь Ну и все Куча там проводочков И винт С ремешочком Все Вот этот датчик Концевичок Это собственно Он отвечает за уборку двигателя Когда винт доходит Вот видите там Штучка такая То есть когда вот этот датчик видит вот эту штучку Винт вертикальный Соответственно система разрешает убрать двигатель Пока Пепестель зарядился на 3% Мы фактически заправили планер ДГ-500М готов к полету Вы спросите почему написано Твин-3 В Твин-3 у меня был замечательный планер Я на нем летал в Шевлина Пока этот треодром не накрылся И в принципе может быть летал бы и дальше У меня было три планера Лебедка Я делал уже в школу такую Большую Думал самую лучшую в мире сделать Но увы Наступил 14 год Стало понятно что все идет не туда И как умный человек я решил что нет У меня не по пути С определенными людьми Плюс попались генеральщик и депутатик Которые предложили воровать Когда я отказался Сказали что мы тебе и работать не дадим Все Так я оказался здесь В этом счастливом месте Так что Вот история чехла За чехол кстати тому кто его делал Огромное-огромное спасибо Действительно очень удобный Очень практичный Видите я выкинул родной чехол Который был И использует свой старый И каждый день Вспоминает его доброго человека Который его сделал Большим-большим Добрым словом Спасибо Пока мы заряжаем батарейку Процесс длительный Смотрите еще можно на свифт посмотреть Это третий свифт Самый-самый-самый совершенный Красиво у него сделана структура Из угля Акевара Чтобы пилоты если что не посечь Всякими кусочками Всякого говнища Он электрический У него моторчик есть И Единственное что батарейки От него хранит Жак Внутри Дома То есть не в плане Или как вот Мы пестрели храним Что в общем-то неправильно Дома Поэтому вот моторчик Я могу показать лишь Вот вал Такой Ну Собственно больше ничего И показать не могу Через дырочку Если что-то увидите Аппарат потрясающий Я на нем умею летать Мечтаю что может быть Жак мне даст Возможность летом На нем сигануть С электромоторчиком Но вещь чужая Импортная Поэтому Хоть я летать умею Но очень боюсь В смысле Боюсь не того Что разобьюсь А то что я на косячу Чуть не дай бог Сломаю какой-нибудь Будешь страдать из-за этого А тем временем Пепестель Все заряжается И заряжается И вот Проклятие электрических Систем В том что Чтобы полететь еще раз Можем представить Что мы слетали Только что И хотим слетать Вот все это время Я вам сколько трындел А больше камера Была выключена 28% Медленно И печально Пепестель заряжается Понизил зарядный ток Я все таки умудрился Влить сюда 49% Ну за всем все Отключаем Зарядное устройство Волшебная карточка На которой Должна быть Спасительная информация Гибридный Самовар Наполнен водой И Рванет или не рванет Подключаем Ну по идее Должен начать греться Сейчас посмотрим Суммарная мощность Должна быть Часто жительная Смотрим напряжение О 141,8 вольта Пошла жара Реально Чайник Похоже Помогает Я засекаю время Я вам сейчас скажу Сколько Скипит Этот Трех или четырех Литр Чайничек От батареи Пепестреля Пепестрель Гибридные технологии Гибридный чайник И электрический планер Редактор субтитров А.Семкин